Господа, вначале отличные новости от компании Тинькофф Страхование. Если вы оформите у них полисы КАСКО, вы получаете по ним суперлояльную систему выплат в случае получения всяких мелких покоцов, царапинок и прочее. Все это делается даже без справок из ГАИ. Очень важный момент именно по зиме, что КАСКО от Тинькофф покрывает даже убытки, связанные с падением на машину сосульки или снега с крыши здания. Плюс у них бесплатный безлимитный эвакуатор в случае наступления страхового случая. Страховые полисы можно оформить в Москве, Питере, Новосибирске и областях. А если вы пройдете по ссылочке в описании прямо сейчас, вы еще и получите скидку в 10%. Проходите и убедитесь во всем лично. Компания Тинькофф Страхование. Тем временем, господа, доброго всем денечка и я внезапно решил снять такой полуобзор на Pajero 4. Машина уже всеми пройденная, всеми известная. Тинькофф Страхование выпускается с 2007-го, 2008-го, неважно какого-то года и она обладает важным достоинством. Смотрите, если вы покупаете ее на ранних годах, она стоит одних денег, но выпускалась она практически до 13-го, 14-го, до совсем свежего времени и стоит уже совсем других денег. Плюс это Pajero. Уникальность этого автомобиля именно в том, что он еще с 80-х годов как был тот Pajero, так и по последнее время сохранил дух, хотя по сути полностью изменился. Заставочка. Продолжение следует... Из того, что всем нам очень дорого и по сей день, это безусловно огромнейший салон. Это просто большая машина. Да, конечно, он превратился в паркетник, ведь четвертый Pajero это уже кузовной автомобиль. Стыдливо называю интегрированную, они все-таки говорят, что это рама, хотя фактически мы понимаем, что это жирные лонжероны. Далее, задний неразрезной мост, который идеологически здесь должен был быть, уступил уже место независимо подвешенному редуктору на подрамнике с полуосями. Но есть и то, что все-таки должно было остаться. Это все тот же самый Super Select, то есть коробка у нас по-прежнему имеет все необходимые функции. Она может быть как и постоянно полноприводной, так и с блокировкой межосевого дифференциала, так и в заднем мосту есть стопроцентная принудительная блокировка. Таким образом считается, что эта машина может быть проходимой. Однако, заметьте, даже в этой комплектации это лифт. Вот только сейчас вы, наверное, поняли, ведь это реально лифт. Это лифт 2 дюйма, подвеска Iron Man, специальные усиленные амортизаторы, другие немножечко настройки. Она немножечко по-другому ощущается, она зимой прикольно мерзнет. И первые километры вы едете, пока амортизаторы не начали ходить, потому что они более злее. Но, тем не менее, без лифта это сраный утюг. Вы должны это понимать. Четвертый Pajero это очень хороший городской, по сути, кроссовер. Но он тщательно, до последнего маскируется под джип. Конечно, у него нихера не получается. Даже это самое заднее колесико, которое типа сделано, чтобы придать ему брутальности, чтобы снять это колесико, вы должны будете сдохнуть. То есть, если вы прокололи колесо, вам просто капец. И оно висит здесь, понимаете? Оно желанно. Оно практически доступно. Но снимается оно через такой колхоз. Это просто невероятно. Вы открываете дверь багажника. Потом снимаете эти пластмасски. Под ними какие-то болты. Здесь есть целая инструкция. По-моему, вот эти болты. Они под заглушками. Потом снимаете пластиковый чехол. Короче, это такая ерунда. Вы не представляете себе, какая это боль. Здесь у нас тоже есть органайзер, в который влезает очень много всего. Посмотрите, это фактически еще один полноценный маленький багажничек. И здесь мы видим то самое главное, зачем многие покупают именно эту тачку. У нее в штате есть задний ряд. То есть, если у вас много детишек, как, собственно, у Лехи, хозяина этого автомобиля, то здесь без проблем можно одного ребятенка посадить на третий ряд, одного ребятенка на второй, и у каждого ребятенка получится собственный ряд. Забота о семье – это лучшее, что может сделать мужчина вообще в этой жизни. И Паджерик ему эта возможность предоставляет. Садиться, конечно, на эти сидения в здравомоме. Я не знаю. Подголовник, конечно, такой. Ну, какой-то странный. Это зайчег какой-то, который сюда поместился. Ну-ка, погоди. В рот наоборот. А, то есть, это, видимо, чтобы ребенка так вот сюда закинул, да, его туда и запихнул. Нет, ну, система здесь должна быть интересная. Сидеть на ней адекватному человеку нельзя, поэтому мне придется. Теоретически на этот задний ряд нужно залезать через вот то сидение. То есть, вы откидываете на заднем ряду одну спинку, вот эту, у вас появляется доступ сюда, и через ту дверь сюда заходите. Но, если бы я был нормальным человеком, наверное, я бы так и сделал. Поэтому я залезу по схеме, что там уже кто-то сидит, или, как сейчас, детское кресло, и задний ряд, по сути, временно не используется. Леша, Леша мне сейчас заштукатурит все, если увидит. Но он увидит это только на видосе. Поэтому, Леха, прости. Блин, я даже не знаю, как, 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 даже при моей комплексе, как сюда залезть. Ладно, давай сначала так. Так, и теперь мне нужно как-то... Застегнись. Застегнулось. Не, ну так по кайфу ехать, кстати. И даже можно одному, пьяненькому... Нет, все-таки... Ну-ка... Да комфорт. Комфорт. Плюс есть особенность именно паджериков. Они немножечко в Японии странные. Потому что у нас акселери-вход, наш любимый, где располагается? Вот здесь. Вот, я в него сейчас пяткой буду бить. Вот там располагается акселери-вход. И представляете, у Лехи реально сейчас... Вот колокольчики. Они вставлены сюда. Ну, действительно, где сделать вход для музыки? В багажнике, конечно. Конечно, ведь ты же водитель, да? Ты будешь в багажнике вставлять вход для музыки. Это все очень приятно. Здесь же стоит штатный САП. Рокфорд Акустик Дизигн. Потому что в этой машине стоит дорогая музыка. Это не работает. Она звучит как недорогая, но стоит дорого. Митсубиши, красавчики. Просто все отлично. Если вы используете этот багажник по назначению, то с разложенными сидениями, как вот сейчас, стационарное их положение, у вас получится около куба. Если вы сидения сложите, это будет практически полтора куба. Влезет все. Но все-таки клиент специфический, поэтому еще на крыше боксик, чтобы влезло вообще все. Тихо. А, ручки же есть. Что я туплю-то? Да, здесь только для детишек и умалишенных блогеров. Так, погоди, я же застегивал. Оставим так, скажем, что это не мы. Все. Обычно здесь у жипов, рамников, больших, неважно, хранится запаска. Но мы-то про запаску уже кукарекали на крышке багажника, поэтому здесь у нас органайзер огромнейший. Туда влезает просто все. Смотрите, еще куча всего. И ледянки туда влезут. И ребенок, если распоясался, все в органайзер. И сверху креслом его закрыл, багажник захлопнул. Мир в том, что у вас и так тут все очень огромное, можно еще кучу вещей спрятать под пол. Короче, в Паджерике есть такой фактор, как большое количество годноты. Вот прям да. По моторам Паджерики теоретически застряли где-то в середине 80-х. И те самые моторы еще с 80-х тщательно допиливают, допиливают до актуального, так сказать, экологического класса и просто технологии, которые появляются. Здесь, можно сказать, еще стоит уникальный по меркам Mitsubishi передовой 4М41, хотя по сути обыкновенный 4-х цилиндровый дизель на Common Rail. В дорестайле выдающие, по-моему, 170 сил. В после рестайле 200. Поэтому, если у вас дорестайл, едете к чипанутам или куда угодно, зашиваетесь уже в после рестайл, потому что кроме бустапа и настройки форсунок там ничего не поменялось, все то же самое железо. И ездите на 200 силах и 400 плюс момента. Вот это самое главное, очень моментный мотор. Его теоретически этой машине хватает. То есть для динамики рамника это хорошо. Для динамики кроссовера и вообще по современным меркам это, конечно, овощ. Я даже не знаю, за сколько он разгоняется. Секунд там за 12, наверное, что-то вот такое. Кроме этого, есть еще два уникальных двигателя, которые уникальные с 80, по-моему, с 6-го года. Это 6G72, вообще, который вот 3 литра V6, который стоял везде. На нем будет 178 сил. Просто мотор древний, конечно. Он, понятное дело, что у него пачка модификаций. И современный тот V6, он уже отличается от того, что был в 80-е. Но не суть. Это все еще те самые технологии. Мотор, который выпускался в 2013 году, имеет степень сжатия в 8. В 8. Вы представляете? То есть туда можно заливать все, что чуть-чуть жиже, чем сургуч. Если оно загорится, он на этом поедет. И был еще 3.8 двигатель на 250 сил. Примерно такой же конструкции. По-моему, он 6G75 назывался, да, если не ошибаюсь. Преимущества тех моторов очень ресурсные. Люди ездят по 300 тысяч, по 400 тысяч. Все это работает, потому что все это очень старенькое, добренькое, простенькое. Проблем с этим нет. Но чудовищный расход и низкая отдача для данного объема. То есть все современные моторы, ну, представьте, с 3 литра 180 сил. Ну, это вообще за гранью. Или 3.8 на 200 петель. Ну, это бред. То есть у всех уже давно более производительные, технологичные, экономичные моторы. Приятные, может быть, по педали газа. Зато здесь все ходит, 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 ходит. Да в рот тебе ноги. Вот здесь, конечно, турбина есть. Да, вот она бывает угомонится там к 150-200 тысячам. Люди меняют турбину и дальше. Ну, вот Common Rail форсунки. Ну, это как обычно все. Но в целом, по конструктиву, ребята, это 80-е года. Вот прям. Ну, хорошо. Это дизель 90-е. Бензин 80-е. Ну, красавчик. И как они это вынесли в 21-й век, это боги маркетинга сработали, конечно, здесь. Просто уникально. Машина как машина абсолютно. Старый добрый поджирик. Часто модная в Японии тема для двигателя, когда у вас под капотом стоит два аккумулятора. И топливный фильтр стоит здесь же под капотом. И на нем есть лягуха, что для дизеля очень важно. Также на этом фильтре сразу же есть слив отстоя. Потому что в морозы эта тачка, и у легких, и у многих вообще на поджироклубе, если почитать, прихватывает немножечко топляк. В фильтре начинают мигать свечи накала. Тачка едет только на холостых. И нужно или на холостых стоять греться, или менять топляк, или сливать отстой. Но это довольно нормальная суета для дизеля, даже для самого современного. Но, опять же, в Японии в 21-м веке делают все настолько архаично, что это можно решать на трассе. Подкачаться. Ё-моё. Это очень круто. Прямо, ну, красавчики. Сидуха в любом рамнике. Это вот надо или с порога, или с прыжком залезать. Это всегда барская тема. Абсолютно. Потому что автомобиль, ну, она огроменный, невероятный. И внутри, и снаружи, естественно, вот, хочешь так, подлокотник этот массивный. Ну-ка, не дай бог он вперед-назад не ездит. Тихо. Ездит. Повезло, повезло. Я уже думал, что все, старая школа. Не, вот я бы, да, его еще вперед пододвинул, прямо и ездишь. Селектор КПП вот как-то так. Он сделан, чтобы вот так ездить. То есть, видите, совершенно четко. Рука легла. Как он весь вибрирует, да? Как фронтерик. Короче, такая же трахома, если вкратце. То есть, там 3,2. Он шумный как и снаружи, так и внутри. Это абсолютно нормально. Он там чуть-чуть что-то подогревает в салоне. Ну, как обычно, часик проехал, согрелся. Это все нормальная тема. Лед вроде со стекол внутри, главное, сошел. Это очень удобно. Ну, видишь, как это хотя бы едешь. Все вот эти. Ну, там топорненько немного. И это, это. Но это философия таких машин. Они должны быть вот такие. Видите? Вот такие крутилки. То есть, пальцы, ну, у тебя же дизель не греет нихера. Соответственно, ты обмерзшими пальцами, они же не чувствуют у тебя ничего. Ты просто так вот как-то, ну, типа там что-то покрутил. Там на экранчике что-то там. Больше не по экранчику ориентируешься. Смотри, о. Ну, задуло. Нормальная. Прическа испортилась. А так убавил, типа. Ну, не шумит, значит, не крутит. Это приятно. Музыка вот эта рокфордовская. Причем это же доп. И я думаю, что он был дорогой. Она играет неплохо. Ну, давайте скажем вот так. На четыре. Я люблю так показывать. Вместо нее здесь уже в рестайле мог быть такой монитор. Прям тачскрин. Там все могло быть здорово. Главным достоинством является то, что у нее есть вот это вот, видите, MRZ написано. Это очень важно. То есть можно слушать все-таки уже современную музыку. Вот здесь, если сюда посмотреть, это японцы тоже любят. Что на Land Cruiser, что здесь? Ты понимаешь, что это? И я не понимаю. И есть такое желание вот не понимать дальше, что здесь. Просто не надо. То есть можно что-то нажимать. Что-нибудь происходит? Нет? Инфа. О, вот. Вот столько топлива ты примерно экономишь. Потому что написано экономия топлива. Вот такую штуку можешь включить. Вот такую штуку можешь включить. Ну, как я жил без графика, да? Без осциллограмм. Вот сейчас взрослая аудитория поймет, а молодая, наверное, нет. Смотрите. Чик и чик. Вот там, с той стороны, есть монитор. Кресло и монитор. Монитор и кресло. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И папа едет спокойно. Лунтик, да? А? Да ладно. О, это топ. Это топ. Да кайф. Причем качество такое как раз. Вот только чтобы какие-то, знаете, там, ну типа объект. Как конец. Спонсор ролика. И здесь была реклама. Лунтик скатился. Продался. Отписка. Все. И для заднего ряда даже еще есть вторая почка, хотел сказать. Вторая почка у папы всегда есть для заднего ряда, если что. Но на самом деле здесь есть вторая печка. Ее можно включить. Она даже характерно начинает немножечко шуметь сзади. Соответственно, вот регулировать у нее температуру и интенсив. Чего себе там печка. Она в багажнике, похоже, стоит. И из потолка дефлектор уже дует. Точно. Ты посмотри, здесь дефлектор есть. Вот там в багажнике еще дефлектор. И потом а в борту такая же фигня есть. В общем, несмотря на то, что дизель греет фиговенько, но везде. Это приятно. По рулю все просто. Удобный, прикольный, с регулировками, со всей ерундой. Это управление круизом, это управление музыкой. Еще может быть управление телефоном. Знаете, где кнопки управления телефоном будут, если такая опция? Не знаете? Снизу. Вот здесь еще будет такой ряд кнопок. Это вообще прикол. Реально, вот здесь, понизу, еще вот такой ряд пойдет. Где там ответите, голосовой вызов и что-то еще, по-моему, всего три кнопочки. Но это реально тема. Я вот, ну почему сюда нельзя было их? Потому что кнопки должны быть, понимаете, большими. Вы не забывайте, что пальцы по-прежнему отморожены. Вы еще не час едете, а через полчаса уже могут поступать вызовы. А чувствительность еще кончики не обрели. И, соответственно, все вот это сюда очень тыкалось прикольно. И здесь же приборка поверху. Простейшая, понятная. В тоннелях, типа шпрот, хотя непонятно, зачем здесь этот шпрот. С апиктограммами, которые к лампочке загораются, обозначают блокировки. Вот у нас сейчас полный привод включен. Без блокировки, причем межосевого. Да, это уже закушена межосевая блокировка у нас сейчас. И теоретически мы можем, ну-ка, в нейтрале, ну-ка, кнопочка RD-Lock. Загорится? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, это нормально все, я боюсь, все в ошибку. И она пытается сейчас включиться, чтобы она включилась. Ну-ка, секундочку. Все, да, она включилась. Чтобы эта блокировка работала, Лёше понадобилось поменять задний мост на пробеге в 100 тысяч километров. И когда разбирали задний дифференциал, выяснилось, что он был уже ремонтированный. Митсубиши надежно. Езда в городе на Паджирике особо никому не интересна. Вы все это 10 раз слышали. Не разгоняется, не тормозит, высоко, хорошо, мягко, не рулится и так далее. Ну, в общем, это все ладно. Это же все-таки Паджиро, это проходимец. И поэтому мы решили его сравнить с ландровером. Я не знаю, ну, вернее, я знаю, конечно, кто победит. Все-таки все зависит от резины, но и я, с другой стороны, на низком профиле. То есть у Леши все-таки профиль повыше. И тут решают хода подвески и прочее, и прочее, и прочее. Начнем с горочки, а дальше другие горочки, как обычно. Узнаем. Для начала на понижайчике, просто попробуем аккуратнее. Чего-то я поборщил с этой горочкой, похоже. Зато зрели... Еще разик, как думаешь? Чтобы уже точно на бочок. Понижайчиком уверенно. Ну, или не очень, но уверенно. Давай, дизельная Тойотка. Легко. Нет? Не очень. Не очень. Тойотка! Вадим, тормоз надо отпускать, если что. Ладно. Что-то ни о чем. Ну, как-то лайк, лайк. Совсем лайк. Поэтому у нас остается один старый заклятый враг, который зовется Бруствер. Мы не смогли взять его в прошлый раз оба, но в этот раз у Леши работает блокировка заднего дифференциала. И у нас есть третья машина, которая, если что, нас всех, собственно, и выдернет. Поэтому едем на Бруствер и просто... и кто-то молодец. Все. А, я уже сейчас сяду скорее. Грузовик. У меня всегда дилемма. Брызговик, коробка или пневма? Что выбираем сегодня? Так, я сверху распахал все. Все по классике. Только теперь с днем. Нет, ты в этот раз сильно увереннее как-то. Чувствуется блокировка работает прям. Да давай смелее, смелее. Своя ж малярка, да, ты знаешь. Каин. Каин. Причем там с бопу сидит, да. На самом деле Леша не знает, что я просто пневму не поднял вверх. Я сейчас ее поднимусь и выйду. Давай, давай. Ты сможешь, братан, давай. Ну там меленько. Не, ну там меленько. Меленько, меленько. Здесь и ребенок сможет. Давай ближе ко мне, ближе, ближе. Оп. Нет, погоди. О, это открыл. Вот, это интереснее. Давай, 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 давай. Вот, муха не подло, да. Ну и все, и капец тебе. Да все, все, все. Вот это ты прямо. Аж скакануло у меня. Ничего себе, дерзкий. Так, ну а теперь у нас секретный ход. Внимание. Блин, пытается чуть-чуть прям, но сидит на брифе. На самом деле там просто ты видишь, как будто и поверил в себя. Ну да. Ну такие были обстоятельства. Ну вот здесь и я заеду. Это прям вообще не интересно. Ой, пневма упала. Да, все-таки это пневма. Бахнул баллон. Да, зеленка в багажнике работает и пневма снова поднялась обратно. Как это происходит, я не знаю. Смотри, реально живет. И еще выше будет. Смотри, 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 смотри. Вообще бешеная просто. Ползет и ползет. Блин, реально. Может сейчас попробовать? Она упадет снова сейчас. Прям на бруствере упадет. Надо ехать. Есть! Глеба тащит, как сатана просто. Лех, давай. Ой, боже мой. Самое главное. Это дорого выглядящая, едущая, как надо тачка с двумя блокировками на автомате, суперселекте, дизеле и прочее стоит 800 тысяч рублей. Она выглядит конкретно на полтора-два. Вот в этом и есть главный прикол Pajero. Вы получаете свеженькую, актуальную. На сегодняшний день пятое поколение Pajero еще не вышло. Это, ну и это ее, конечно, уже не продается, понятно. Но это самый новый Pajero, который можно купить за 800 тысяч рублей при условии 2007-2008 года выпуска. Если вы, конечно, замахнулись на 2013-2014 год, будьте добры отлистать 2200 за то же самое. Вот в чем прикол. То есть машина настолько ресурсна, что они с 2008 года еще дотягивают живенькие. Есть косяки вроде умирающих задних редукторов и еще кое-каких моментов. Там форсунки тудым-сюдым. Но в итоге это тачка, которая стоит гораздо дешевле, чем выглядит. При этом, если она, ну, при условии, что у нее есть лифт-комплект, при условии, что у нее работает задняя блокировка, а эта болезнь, она обычно не работает, машина едет действительно достойно. К сожалению, все вот эти варианты, которые простенькие, за небольшие деньги, они, как правило, на штатной подвеске, они как утюги лежат просто в асфальте, не работает задняя блокировка и так далее. Есть еще проблемы. И требуют вложения порядка там 300, бывает даже 400 тысяч рублей. Кстати, капиталка этих моторов, кроме дизеля, обходится тоже, по-моему, 150-200. Они не очень дорогие. В общем, в итоге, Паджерик получается уникальный автомобиль, который именно сейчас становится доступным в категории менее миллиона рублей для молодых. Я искренне рекомендую к покупке. Всем вам огромные удачи. Спасибо, что смотрели это видео. Отлично провели время, кстати. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok